Я сейчас попробую вывести на экран первую и вторую главу пророка Иеремия, у которой мы с вами займемся. Надеюсь, что у меня получилось. Я напоминаю, что я все свои слова и все, что я могу сказать хорошего и умного, если такое получается, все это посвящаю памяти своей жены Любы Бат-Михаэль, которая ушла из жизни полтора года назад. Думаю, что это справедливо, потому что, как я вам говорил несколько раз, мы 20 лет вместе работали над комментариями пророков и сделали первых пророков и книгу Ихискеэль, книгу Схарья. Первых пророков я сейчас заканчиваю. Она еще начала набирать этот текст до того, как заболела. И Малахим Бет, я надеюсь, что будет готовый выйдет в издание где-то месяца через два. А мы с вами пока возвращаемся к пророку Иеремиягу. И, как мы часто с вами делали, можем посмотреть произведение искусства на тему его пророчества или просто его образа. И здесь есть интересное полотно Шагала, которым желает пророк Иеремиягу. И с одной стороны просто такой детский рисунок, и с другой стороны, если присмотреться, мы здесь видим целый трагический рассказ. Если мы с вами присмотримся, мы увидим, что с фигурой отца сливается фигура ребенка. Эта фигура – это сам Иеремиягу, пророк Иеремиягу. Естественно, та фигура, которая как бы влита в него, фигура ребенка – это и младенцы Иерушилаема, которых он оплакивает, и это весь еврейский народ. Вот он прижимает его к себе, да, они являются его частью, как это часто бывает в пророческих образах, как мы с вами говорили про Кейхискеэля. Еврейский народ как бы неотделим от Всевышнего, их души напрямую связаны со Всевышним. И здесь мы видим ангел. Понятно, что это за ангел. Это ангел смерти, не про нас будет сказано, который пришел забрать душу ребенка, или душу одного какого-то конкретного ребенка, или душу народа, щена. И отец его не отпустит, он будет защищать его перед ангелом смерти. И это речь об Римьягу, и в конце концов отец уйдет вместе с ним в другой мир, с ребенком он не расстанется. Как мы знаем, что это произойдет. Здесь есть на дальнем таком фоне фигура, да, фигура, может быть, матери, которая также защищает ребенка. Она не отпускает его, и она поднимается вместе с ним. На мой взгляд, картина полная трагизма, и действительно позволяет нам почувствовать характер пророка Римьягу, его время, его переживания за весь народ, его ощущение себя всем народом, если так можно сказать. Как мы говорили, боль всего народа он воспринимает как свою боль. Весчисленные переживания, страдания и физические, духовные, все это его страдания. Так мы с вами видим в его книге Иха, о которой мы с вами еще будем говорить. Если мы вернемся с вами к первой главе, немного мы уже разобрали ее, но что-то мне бы здесь хотелось подчеркнуть, то мы увидим, что Еремьягу начинает пророчествовать на 13-м году правление царя Йоши-Яху. Это 462 год до этой эры, за 422 год это разрушение храма, за 40 лет до разрушения храма Еремьягу начинает пророчествовать. Возможно, у него были и другие пророчества, но здесь это его выбор и послание, так сказать, он нагружен тем, чтобы быть посланником Всевышнего, как мы понимаем, с очень непростой вестью для всего народа. И мы с вами говорили, что пророк становится своим пророчеством. Говорили о судьбе пророка, о его личных страданиях, о том, что ему было запрещено жениться. Все это указывает на то, что нету как бы, как бы нету продолжения у народа в каком-то смысле. Вот все это мы с вами, все это мы с вами обсудили. И мы с вами говорили, что Всевышний сразу ему говорит, «Я тебя как бы избрал из чрева матери, я тебе дал все те свойства, которые необходимы для того, чтобы пророчествовать, и ты не можешь мне сказать, что у тебя чего-то не хватает. Я тебя сделал, я тебя сделал пророком для народов, поставил пророком для народов, говорит Всевышний». И здесь, мне кажется, есть хитрость, о которой говорит Всевышний. И, конечно, что важнее пророк для народов, объяснение их судьбы, как они воюют друг с другом, какое царство стало, какое пало, какие у них есть достижения, или судьба еврейского народа, что важнее для Иеремияву. Естественно, что это вопрос риторический, и понятно, что для него важнее. Так почему же говорить о народах, о Гоим, почему об этом говорит Всевышний? Это, так сказать, уловка Всевышнего, ты как бы сам пойми, о чем идет речь. Народы будут подниматься, и они станут палкой наказания для сыновей Израиля. И то, что важно для сыновей Израиля, то, что важно понимать, что и палка наказания получит свое наказание. Те, кто придут разрушить Иерушала, им угнать в плен сыновей Израиля, все они будут наказаны, и все они получат свое наказание. Поэтому я поставил тебя народом, пророком для народов. Представляется, что здесь есть уловка Всевышнего, чтобы не говорить напрямую. Я тебя поставил для того, чтобы говорить о судьбе еврейского народа. И Иеремияву прекрасно понимает эту уловку. Он говорит, ага, горе мне, Бог всесильный. Я не умею говорить, потому что я юноша. Он не может сказать, что у меня не хватает способностей, потому что Всевышний ему уже сказал, я тебя сотворил прямо в чреве матери, и наделил всеми способностями твой отец, твой отец пророк. У тебя есть вся как бы предрасположенность от рождения к пророческому дару, сила. И что еще может быть у Иеремиягу от чрева матери? Не только сила. Сила, мы как увидим, у него есть, конечно, но это и Всевышний, естественно, его поддерживает, чувствительность. Чувствительность, переживание за весь народ. Мы можем представить себе, что человек жесткий, который, может быть, будет и в какой-то степени рад, и, может быть, и справедливо будет рад тому, что пришло наказание на народ, который оставил Бога. Такой народ не может, такой человек не может пророчествовать. Только чувствительный человек, только тот, у кого глубочайшее переживание за все, что происходит, тот, он действительно чувствует чужую боль, и боль всего народа, как свою. Он может говорить о предстоящем разрушении храма, Иерушалаима, изгнании. Только он и действительно. Мы видим, что таким был Иеремиягу, и его плач, и ха, о разрушении Иерушалаима. Да и все его пророчества, они отражают это его качество. Человек чувствительный. Я тебя наделил всеми качествами, и ты не можешь сказать, что у тебя их нет. Тогда имя уговорит. Я юноша, я еще молод. Сорок лет. Хорошо. Мне предстоит пророчествовать. Он человек не очень, может быть, и молодой сейчас. И ему надо начать пророчествовать. Но он говорит, я юноша, я еще как бы терон, как говорят, я еще новобранец в этих делах. Подожди, ну хотя бы подожди. Нет, говорит Всевышний. Не говори, я юноша. Я, ибо все, куда я тебя пошлю, ты пойдешь. И все, что будешь, все, что я тебе прикажу, ты будешь говорить. А где же свобода выбора? Нет у пророка свобода выбора. Он может отбирать слова. Он может плакать, молиться Всевышнему, просить, чтобы он отменил наказание. В этом его свобода выбора. Но в том, чтобы не идти и не говорить, у него нет свободы выбора. Мы помним с вами юна, который попытался убежать от пророчества. И дело кончилось с тем, что Всевышний его как бы через чрево рыбы привел к городу Нинвэ. Рыба выплюнула его около города Нинвэ. И он там пророчествовал все, что ему приказал Всевышний. Вот это не значит, что пророк робот. Он привносит свою окраску. Он мысли, так сказать, мысли Всевышнего, он облекает в слова. Очень многое зависит от его личности, от его умения выразить. Как правило, у пророков есть это умение выразить пророчество. Очень многое зависит от этого. Но само по себе то, что касается послания, не идти и не исполнить послание Всевышнего, у него на это нет права. Может быть, по свободу выбора остается. Но мы знаем, что Галаха такова, что тот пророк, который сдерживает пророчество и не говорит его, ему полагается смерть от руки небес. У нас есть, по крайней мере, один пример в пророках, когда пророк сдерживает свое пророчество, и он погибает. Также и человек не может не исполнить то, что ему приказал пророк. То же самое ему полагается свертить руки небес. Пойдешь – и все. Пойдешь – и точка. Этот ответ даже немного более жесткий, чем тот ответ, который получил Маше, как вы помните. Я вот выписал с вами для вас из главы шмот и сказал Маше Всевышнему. Пожалуйста, господин мой, я человек, который не умеет говорить. Ни вчера я не умел говорить, ни позавчера. То есть, это у меня не какой-то новый порог, что я заикаюсь и не выговариваю слова. С того момента, как ты начал говорить с твоим рабом, ничего не изменилось. Я тяжел на уста, и я тяжел на язык, и сказал ему Всевышний с гневом, с гневным окриком. Кто дал немому, кто дал уста человеку? Кто дал возможность говорить немому и глухому слышать? Или кто открыл глаза слепого? Разве не я, Бог? А теперь ты иди, и я буду с тобою, и буду указывать тебе, что ты скажешь. Примерно тот же ответ, но все-таки, мне кажется, чуть помягче, чем тот ответ, который получил Иеремиягу. Пойдешь, пойдешь, и все, что я тебе прикажу, ты будешь говорить. Это ты скажешь. Не бойся их, ибо с тобой я, чтобы спасти тебя, слово Бога. Естественно, будет противостояние пророку. Мы обидели это, и когда изучали пророка Ихискиэлю, что тяжелое противостояние людей, которые не хотят слушать пророка. И мы понимаем, что не помогает, что это истинный пророк, не помогает, что все знают, что это истинный пророк. Пророки Ихискиэля мы видели с вами несколько примеров, когда люди говорят, ну да, пророк-то он истинный, конечно. Но вот в данном случае он не понимает те видения, которые ему даются, мы лучше его понимаем, те видения, которые ему даются, мы лучше его истолкуем, те видения, о которых он говорит. Люди не считают себя обязанными исполнять слово пророка, не в том, чтобы исправить конкретные дела, не в том, чтобы искать, какие дела их неправильные, какие дела их плохие. Смотри, я поставил тебя над народами и над царствами, чтобы разрушать и чтобы дробить их и уничтожать, и чтобы уничтожать, и разрушать, и строить, и насаждать. Какая разница сейчас Еремеяву, что с этими царствами? Опять же, это такое костяное обращение, ну уж ты как-нибудь сам пойми, судьба этих царств, через нее определяется судьба еврейского народа. Они будут разрушены, они будут уничтожены, но в то же время будут насажены и новые царства, которые будут властвовать на ценобьяне Израиля, если они не раскаются и не вернутся ко Всевышнему. И вот теперь пророчество, о котором мы говорили, одно, которое вы успели затронуть, а другое, которое нет. И было слово ко мне для того, чтобы сказать, что ты видишь, Еремеяву. И сказал я, вижу макель шакеда нерва, я вижу палку миндалевого дерева. Напоминаю, что это происходит на 13-м году правления царя Ешиягу, и это очень важно. И сейчас мы с вами либо рассмотрим, либо повторим то, о чем мы уже говорили. Что же увидел Еремеяву? Вот мы представляем себе миндалевые деревья с их бурным таким цветением. Миндаль цветет первый после зимнего времени, он начинает цвести сразу после ту бешван. И вот этим цветом, иногда белым, да, с таким розоватым оттенком, покрываются многие-многие места в земле Израиля. И вот Еремеяву видит миндаль цветущий и видит одно дерево, которое не цветет. Оно сильное, оно зеленое, но оно не цветет. И он говорит Еремеяву, да, он говорит Еремеяву, да, Всевышний спрашивает, что ты видишь Еремеяву? Еремеяву отвечает, что я вижу миндалевую палку, миндалевую палку, не помню произнесли ли мы это с вами, Макель Шакена, не Роя, миндалевую палку я вижу. Если Вишня ему говорит, да, и тафт или рот, это было не так просто увидеть и понять, приравнять дерево к палке. Если бы ему была показана просто миндалевая палка миндалевого дерева, с цветами, как посоха Аарона, да, то, что бы он должен был сказать, да, палка эта цветет, да, палка эта цветет, а так он увидел дерево и понял, что по сравнению с цветущими деревьями эта палка, сухая палка, как бы она зеленой ни была, какой бы она зеленой ни была, она палка, потому что у нее нет цветов и она не цветет, и она, это дерево не цветет и не даст плодов, поэтому его можно приравнять к палке, да, и это очень и очень трагичное пророчество, да, очень трагичное пророчество, потому что царь Ершияву, он уже несколько лет занимается тем, чтобы вернуть сыновей Израиля к Чувье, к раскаянию после 55 лет правления Минаше и 3 лет правления ОМОНа, то есть после 60 лет правления злодеев, и несмотря на то, что Минаше на 25 году у своего правления раскаялся, он ничего практически не сделал для того, чтобы изменить ситуацию в стране, потому что ему было это очень трудно, то есть 25 лет он как бы крутил в одну сторону, теперь раскрутил в другую сторону, самому ему было очень трудно, и вот 60 лет, когда страна без изучения Торы, без пророков, я даже не подчеркиваю виду поклонства, но само по себе отсутствие изучения Торы, пророков, храма, который Минаше превратил место языческого поклонения языческим богам, все это, как нужно нам себе представить, это меняет сознание народа, сознание людей. Понимать единство Всевышнего, то, как оно понимается в Торе, абсолютное единство, не единство составных частей, как это часто понимают народы мира, да, это очень-очень непросто понимать единство Всевышнего, которое отличается свойством простоты, и для этого нужно учиться, и для этого нужно разговаривать с когенами и мудрецами, да, понимать, что есть прямая связь между человеком и Всевышним, это тоже не так просто, это отрицали все народы, и это отрицали даже философы, как мы с вами знаем, да, что мы можем говорить об Аристоте, Леоплатоне, о ком угодно, ни один из пророков не признает пророчество в таком еврейском понимании, не там оракул или что-то, а в еврейском понимании пророчества, как прямая связь со Всевышним, ни один пророк это не понимает, не принимает, как понимает связь конечного и бесконечного, вот представляете, 60 лет без этих понятий, без изучения, без когенов, без мудрецов, без храма, а ведь храм дает еще как бы человеку особое ощущение близости ко Всевышнему, вот 60 лет этого нету, теперь нужно все это раскрутить, раскрутить обратно, да, вот, а как мы с вами говорили, да, речь идет не только о прямом и непосредственном и довопоклонстве, которое распространяется, когда нету в народе Торы, высоких знаний Торы, но не только об обычаях и довопоклонников, но и о том, что неверные представления о Боге, они сами к себе есть и довопоклонство, вот, и как бы человек ни молился Всевышнему, если он не понимает его абсолютное единство, а не упасти Бог не три единства, а абсолютное единство, есть три единства, пропало дело, он молится идолу, да, и мы понимаем всю эту тяжелую ситуацию и привычку людей, и обычаи и довопоклонников, которые входят в жизнь и кажутся нормальным, и кажется, что ничего такого не происходит, и поэтому в трактате Сангидрин рассказывается о попытках Йошиягу совершить такой духовный переворот после этих 60 лет, рассказывается в трактате Сангидрин, что он установил полицию нравов, не хотел давить на людей, но ничего не получалось, определенное давление он все-таки оказывает, да, вот, что это за давление, есть, так сказать, полиция нравов, есть, так можно сказать, и вот образ такой, да, воины Йошиягу заходят в дом, видят, что в доме нету никаких идолов, нет никаких признаков довопоклонства, довопоклонства они выходят за ней, а им говорят, закройте дверь, чтобы они сами закрыли дверь, когда они закрывают двери, на двух половинах дверей, и с той стороны, которые, когда они вошли, были прижаты к стене, там изображение идолов, на одной половинке половина идола, на второй половинке вторая половина идола, и как бы, как такая насмешка, они сами создают идола, когда закрывают дверь, то есть, идол остается в доме. Естественно, что это образ, да, что не обязательно, чтобы так буквально было, это образ, который позволяет понять, что люди как бы отказались вот этого довопоклонства на улице, где они не могут приносить жертвы богам, где они не могут соблюдать обычаи идолопоклонников, собираться на праздники идолопоклонников, потому что царь остановил определенный порядок в стране, как вы знаете, с царем не шутят, но в доме остается идолопоклонство, и тем более в голове, тем более в голове нету четких представлений о Всевышнем, поэтому все попытки Юшияу, который предпринимает невероятные усилия совершенно, он разрушает все жертвы богам, он очищает храм, он в конце концов разрушает те жертвенники, на которых приносили жертвы Всевышнему вне храма, он все это делает, он распространяет фактически свой суверенитет на территорию десяти колен, он фактически царь всего Израиля, как мы с вами помним об этом свидетельствует, что на восемнадцатом году в своем управлении он проводит год Йовель, 50-й год, что можно сделать только если вся земля находится под властью еврейского царя, и народ живет на этой земле, он посылает Иремияву, как мы с вами говорили, может быть, это немножко позже, посылает Иремияву для того, чтобы он вернул здесь колен оттуда, откуда их угнала ассирийская власть, царь Ашура от севера Дамаскова, то есть усилие совершенно невероятное, совершенно невероятное усилие, он в конечном итоге разбивает жертвенники, на которых приносили жертву Всевышнему, это не положено делать, их засыпали на жертвенники Всевышнему, которые построены вне храма, их засыпали, он разбивает для того, чтобы как бы достучаться до людей, и тут приходит пророчество, и мы понимаем весь его трагизм этого пророчества, обращение к Иремияву от шуба, последняя надежда на сохранение царства, на избежание, так сказать, изгнания, это не удалось. Теперь я, говорит Всевышний, как он сказал, это палка миндалевого дерева, ты увидел, и, как мы говорили с вами, миндалевое дерево – это шакед, и здесь опять есть игра слов, то, что часто бывает в пророках, а у Иремияву особенно, Всевышний говорит, кишакед они, потому что я тороплюсь привести наказание, спешу я исполнить свое слово о наказании, и здесь тоже мы с вами должны задуматься, что значит спешу, зачем спешить привести наказание, потому что мне хочется привести наказание, говорит Всевышний – нет, он так не говорит. Иногда, как бы, рассердившись в книге Дворим, он говорит, я буду радоваться тому, что вам, того, что с вами происходит, тому наказанию, которое приходит на вас, но это так бы, как сказать только, чтобы напугать сыновей Израиля, что Всевышний не только будет их наказывать, но будет рад их наказанию, это часто бывает, так что это не на самом деле, а на самом-то деле Всевышний у него, если так можно сказать, болит, как болит у сыновей Израиля, как болит у сыновей Израиля. Мы знаем, что Всевышний совершенствует, он не может испытывать боли, но есть такой тонкий момент. У нас есть заповедь, как говорил царь Давид, «Шевити Гошем ле нигди». Я представлял Всевышнего перед собою, как человека, как собеседника, как отца. У нас есть такая заповедь, если даже он не испытывает боли на самом деле, то мы иногда должны представить себе, что бы мы ему причинили, какую бы боль мы причинили своему отцу, если бы он испытывал эту боль. И не случайно Маше первый раз говорит со Всевышним, Всевышний к нему обращается из горящего куста, и мы знаем с вами этот образ, через метраж мы знаем с вами, почему Всевышний говорит из горящего куста, который горит и не сгорает, вот этот сухой куст, из которого невозможно выбраться, он весь в колючке, потому что он испытывает боль сыновей Израиля. Шхена, как говорят, божественная в ресурсе, испытывает ту же самую боль, которую испытывают сыновья Израиля в Галуте. На самом деле, не на самом деле, это пророческий образ, это наша обязанность, если представлять себе, что бы мы причинили Всевышнему, какие страдания, если бы он по-настоящему испытывал боль, а как, что с ним происходит по-настоящему, мы не знаем, знаем, что он совершенствует. И это совершенство не изменяется, совершенство не отменяется. И то же самое здесь. Что же он торопится? Зачем же он торопится привести наказание? Давайте посмотрим. Нам ответ даст Раши через книгу Дворим. Сейчас я постараюсь для вас найти это. То, что я вам здесь выписал для вас. В книге Дворим говорится так. И вы состаритесь в земле и испортитесь, и сделаете себе скульптурное изображение, и сделаете себе изображение, картину, и тогда будете изгнаны из земли. Медраш Раба и Раши нам говорят, что в слове нашантем заключено количество лет, через которые сыновья Исраиля будут вызнаны из земли, и как заключено через гематрию. Сумма числовых значений двух входящих в это слово 852, как вы сами можете легко проверить. Что такое 852? Если мы возьмем год разрушения храма, возьмем год исхода из Египта, вычтем из года исхода из Египта год разрушения храма, у нас получится 890 лет, вычтем еще 40 лет блуждания в пустыне, и у нас получится 850 лет в земле Исраиля. Это тот срок, за который вы состаритесь. Почему 852 года? Потому что было дано изначально 852 года, но Всевышний посмотрел и увидел бесполезно. Будет еще хуже. Ни к чему не возвращаются, ничего не дает им это проживание на земле Исраиля, происходит только хуже. Я приведу издание на два года раньше ради их же блага. Тороплюсь, говорит я Всевышний. Почему тороплюсь? Потому что, ну все, все уже перепробовано, нет надежды. Теперь, как бы, чем раньше, тем лучше, чем раньше отсечь их от источника святости, от земли Исраиля, которым они не умеют пользоваться, тем лучше. Чем раньше их отправили знания, тем лучше. Мы видим, что разница в два, разница в два года. Тороплюсь на два года. Может быть, срок незначительный, да, но, наверное, за два года можно очень-очень много всего натворить, особенно в плане воспитания молодежи, в плане извращения сознания. И вот изгнание приходит на два года раньше. То же самое здесь говорит Всевышний. Все, теперь я тороплюсь. Теперь я приведу изгнание. Ну и теперь я приведу изгнание раньше. Для кого было дано это пророчество? Должен был ли Еремиягу это сообщить, сказать народу, встать где-то на трибуне, так сказать, или у ворот храма и обратиться с этим пророчеством? Теперь Всевышний торопится привести изгнание, потому что ваша тшува не дает никаких плодов. Нет, у него не было такого бы повеления. Ему нет. Здесь мы видим, что не сказано, скажи сыновьям Израиля, обратись к народу. Скорее всего, и даже не скорее всего, почти наверняка, точно можно сказать. Эти слова он должен был сказать Еше-Ягу. И он сказал их, Еше-Ягу, он сказал, смотри, ничего не получается с твоей тшувой, все твои многочисленные и самоотверженные усилия, они не дают должного результата. И Еше-Ягу, что он сделал, что он сделал Еше-Ягу, что делает праведный человек в таких случаях, он не отказывается. Он не говорит, ну, все, будет изгнание, теперь лучше просто жить в свое удовольствие, как-то поддерживает все на медленном огне и жить в свое удовольствие. Нет и нет и нет. Он меняет тактику. Он применяет более жесткие меры. И мы с вами посмотрим это. начиная с определенного события в его жизни, он меняет свою тактику. И вот эти слова Еремиягу, они уже служат ему предупреждением, и он уже думает, что делать. И от мягких действий он переходит к действиям довольно жестким. А неповоротным моментом оказывается то, что на 18-м году его правление, на которое приходится 50-й год ювель, в храме проводились ремонтные работы, принципиальные, которые до сих пор они как-то не велись так интенсивно. По определенным соображениям в храме происходят ремонтные работы. И вот работники, как мы с вами это видим в книге Малахим и в книге Дебраемием, работники приходят к первосвященнику, докладывают, что они сделали. и вот при этих ремонтных работах находят в храме книгу Туры, написанную рукой Маше. Что же это такое? Где эта книга? Многие ученые мужи, так сказать, ученые, не имеют ни то, на каких оснований все это можно опровергнуть очень легко. Они говорят, что вот это первосвященник сам написал книгу Дебраемием, для того, чтобы подчеркнуть роль Кавенов, роль Маше, из политических соображений. Эту книгу принесли Юшиягу, и он смотрит на нее, как нечто новое, умоляю вас, не верьте всему этому. Естественно, во-первых, скажем, можно сказать, а где доказательства? Доказательства – это мои предки. Они от горы Синай, от входа в землю Израиля, говорят, что Маше написал 13 свитков, и все их раздал каждому колену, и один свиток положили на, можно сказать, внутрь, по некоторым мнениям, по некоторым мнениям, на часть его, как бы, свитка на Аронобрит, на Ковчег Союза, вот, а часть его свисала на специальную такую золотую подставку, вот, и мы скажем, ну, так, что тогда мне нужно сказать, что все мои предки, они обманывали или купились на что-то, или выводили законы из книги, которая была написана позже, мне говорят, что тот, кто, скажем, плохо относится к своим родителям, он далеко не уходит, тот, кто обвиняет своих родителей, во лжи, во вранье и так далее, может, бывают разные ситуации, не знаю, но как правило, как правило, вот, и поэтому все эти, все эти сказки и выдумки, они не только безобидный лепет, просто это как бы нехорошо, нехорошо обвинять во лжи, праведных людей, сыновей Израиля, перечеркивать традиции и так далее. У Раби Ашлага есть такая посылка, что делает книги истинными, например, книгу Зовар, что свидетельствует ее об истинности, она принята всем народом. Вот, мы можем с вами поговорить о правилах передачи Торы, насколько это была четкая вещь и как она сохранилась в Бабеле и так далее. Это все, об этом мы все можем поговорить, но как бы скажем, да, то, к чему мы возвращаемся сейчас, то при ремонтных работах была найдена книга, написанная рукой Маше и первосвященник посылает с докладом своего помощника Хилкиягу и просит ему рассказать о том, что была найдена книга Торы. Сначала доложить о работах в храме, а потом рассказать, что была найдена книга Торы. Все это вызывает целый ряд вопросов, на которые мы с вами можем пытаться ответить. Что значит начали книгу Торы? Дело в том, что во время правления Минаше и Омона Ковчег Союза был спрятан. Как только как бы, как можно сказать, запахло паленым в воздухе, тут же Ковены спрятали Ковчег Союза от Минаше и естественно не достали во второй его половине правления, когда он раскаивался, раскаивался, не раскаивался, поди знать, при Омоне тем более не достали, и с Йошиягу тоже не торопились. С Йошиягу тоже не торопились. Дело в том, что Йошиягу было непонятно, как он отнесется, может быть, он захочет, скажет, сейчас вынуть Ковчег Союза, принести его, поставить на место, а Ковены боятся, опасаются. И теперь, конечно, эта книга не была найдена случайно, было известно, где она хранится, вместе с Ковчегом Завета, а просто первосвященник, воспользовавшись случаем, хотел проверить, как Йошиягу отнесется к этой, как Йошиягу относится к этой находке. Тем более, что у этой находки была проблема. Книга была развернута, да, мы понимаем, что как бы Тора хранилась таким образом, что часть ее была свернута к одному концу, и часть свернута была к другому концу, как были ли там палкины, которые накручивались Тора, или не было, или просто свиток был скручен, невозможно представить себе, но неважно, Тора была скручена, положена к одному концу, и к другому концу, частично положена на ковчег завета, или частично на ковчег завета, частично рядом с ним, и лежала, да, и вот когда Николены пришли и стали размышлять над тем, не предложить ли царю вынести ковчег союза, все-таки царь праведный, стремиться к истребите этого поклонства, вот, как бы он уже очень боязно, конечно, видим, что бывают разные перемены, то Минаше он недоопоклонник, то он раскаивался, да, а сейчас человек после такого периода длительного царь, он праведный человек, а как бы что ни случилось, как это уже было в истории, но вот на 1918 году решают, да, решают вынести ковчег, воспользовавшись как раз ремонтом храма, и нужно проверить, как царь отнесется к этой идее вынести ковчег, и как он отнесется к идее, да, и проверить это через то, чтобы ему показать Тору, тем более, что происходит, получают какой-то пророческий знак, естественно, что ничего случайного не происходит в храме, и ничего случайного не происходит там, где хранится ковчег завета, да, и когда берут Тору в руки, то видят, что она открыта на том пасуке, который говорит, и уведу тебя и твоего царя в изгнание, да, пасука с книгой Творим, да, что это такое? Понятно, что это знак, знак с небес, и тут уж как-то этот знак нехорошо скрыть. Книгу надо показать пророку Ишаял. Теперь, казалось бы, это с трубами торжественно должны были принести пророку Ишаял. Первосвященник старается скрыть значимость этой находки. Он говорит, ну вот, вот, произвели, это у нас вот столько золота пошло на это, а здесь вот были такие щели, мы их закрыли, так далее, так далее. Знаешь, кстати, нашли еще книгу Торы. Зачем это? Понятно, зачем это? Потому что такой знак, такое пророчество, оно может духовно убить человека. Человек, который старается. А как бы ни произошло то, что произошло с Минаше, Минаше знал, что Ишаялу предсказал изгнание, изгнание, которое, скорее всего, произойдет в его годы, полагал Минаше. И это одна из причин, если не основная причина, которая привела его к этого поклонства. Он начал бороться, как он понимает, с изгнанием, с тем, чтобы еврейский народ не был истинным, Всевышний оставил, так мы сейчас найдем какие-то силы, которые нам помогут удержаться. А что, если тоже похожее что-то произойдет с Ишаяху? То есть, первосвященник встает перед проблемой, перед большой проблемой, и он приносит эту книгу Ишаяху и читает ее перед ним, и Ишаяху разорвал на себе одежду. Он понял, о чем идет речь, и он послал людей к пророчице Хулда. Почему говорят пророчице Хулда? Потому что Иеремияу уже не было в Иерушалайме. Он отправился по заданию царя собирать 10 колен изгнанные из земли Израиля и еще не вернулся, поход долгий, то есть, на 18-м году управления Ишаяху и Иеремияу уже нет в Иерушалайме. И вот Хулда ему все объясняет, говорит, что предстоит изгнание, да, это знак. И он Ишаяху еще раз, как мы с вами говорили, не сдается. Не сдается. Он и на этот раз и получив пророчество Иеремияу не сдался. И получив этот знак, он не сдался. И он ужесточает те меры, которые он принимал раньше. Если в первой половине своей борьбы с этого поклонства он никого не убивал, то сейчас те, кто принципиально придерживают его поклонства, не отказались с него, он их казнил. Он пришел в Северное Царство и, как ему по повелению пророка, сжег кости тех людей, тех жрецов, которые приносили в нарушение запрета Торы жертвы вне храма, он их выгопал из могил и сжег на жертвенники, чтобы показать, что не будет к этому возвращения, принесения в жертв вне храма. он убил и жрецов, которые продолжали приносить жертвы идолам, может быть, их было немного, но он их зарезал рядом с жертвенниками, на которых они приносили жертвы идолам, и кости сжег на жертвенники. И это он делал, в отличие от первого периода, это он делал при собрании, при стечении большого числа людей, собирал людей, казнил идолопоклонников, сжигал их на жертвенники, не потому, что ему это нравилось, не потому, что он от этого получал удовольствие, потому, что он получил пророчество Еременягу, что до сих пор чува, раскаяние, весь этот процесс, все его, так сказать, все его эти усилия, они не принесли плода. Он продолжает борьбу. И в конце концов, ему кажется, что он достигает успеха, и это приводит его в гибели, и об этом мы с вами поговорим. И если даже можно это назвать его ошибкой, то это человек величайшей праведности, величайшей праведности, один из самых великих праведников в нашей истории. вот это миндалевое дерево, вот это я тороплюсь, посмотрите, какая глубина пророчества, сколько образов здесь заключено, какие истории здесь заложены. и меня, честно говоря, очень огорчает, не раздражает, огорчает, когда все сводится к тому, что говорят, что миндаль цветет 21 день, и это предсказание о том, что от 17-го тому, когда разрушена стена, когда разрушена стена города, до 9-го ава пройдет 21 день, и это тот день, за который будет разрушен Иерушалаем, и сожжен храм, и так далее. Меня это очень огорчает. Может, это правда, может, это правильно, а где все остальное? А что это пророчество сейчас, разве с этим мог Еремиаву обратиться к Ешиягу? Разве ему были сообщены подробности разрушения Иерушалаема? Разве он имел право это сказать Ешиягу? Ретроактивно, да, в этом выправочении мы видим это заложено, да, но я опять же говорю, да, вот, люди часто говорят, написано, Раш сказал, это сказал, да, вот, но ведь не сводится же к этому, надо знать тексты, надо знать все тексты, надо видеть картину, да, я не говорю, что я овладел этим искусством, я только хочу, да, как в одной книге говорится, я не волшебник, я только учусь, вот, но я призываю вас мыслить, думать, видеть эти образы, прекрасные и трагичные, да, в противном случае чтение пророков, мне кажется, имеет мало значения, не имеет, но мало, да, здесь я остановлюсь, да, и, к сожалению, мы не добрались до следующей пророческой картины, но нам нужно оставить время хотя бы немножко на вопросы, и, как всегда, я не ставлю задачи пройти весь текст и так далее, что успеем, то успеем, гораздо лучше получить примеры глубокого понимания текста, чем пробежать его весь, да, я останавливаю Шер, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готов их с удовольствием выслушать и попытаться ответить. Квадарав, у меня есть такой вопрос, скажите, пожалуйста, вот, о Коэне, они действительно могли не сообщить, ведь, если свиток Торы, святой свиток, он четко указывает, да, как откровение на, ну, в какой-то смысле пророчество, правильно? Правильно, да, по всей видимости, не могли не сообщить, как бы, то есть, ну, понятно, что человек может все и как он, как он понимает, так он и сделает, ему нет прямого голоса с небес, что он должен сделать, и мы видим, что ситуация очень трудная, они боятся, что произойдет с царем, какой, какой поворот может произвести такой знак в душе царя, и не вернется ли он к этому поклонству, упаси Бог, да, мы знаем, что Ижаяху правильный человек, но они-то не знают, мы знаем, как бы, уже до конца истории, они это еще не знают, да, и поэтому здесь, конечно, у Кагена есть право поступить, как он, как он понимает, да, как он понимает. Здесь можно добавить, что в конце концов и ковчег завета был принесен во время Ижаяху был принесен в храм, но его после праздника, после торжественных дней, может быть, после субботы уносили, и мы с вами посмотрим место в Еремьяху, которое свидетельствует о том, что во времена Ижаяху ковчег приносили и уносили. Вы совершенно правильно говорите, но я бы не ставил вопрос так, мог или не мог, это дилемма, дилемма, как поступить, вот, и мы видим, что принесли и сказали, и царь отправил для подтверждения того, что он понял, пророчица, ху, да, вот, говорят, почему к женщине, но говорят, говорят, он не сказал кому, это ковены, сами отнести к ху, да, говорят, что женщина мягче, и даже если она пророчество и получила пророчество и видит этот знак, то все равно она как-то сформулирует несколько мягче это пророчество, чем это мог бы сделать мужчина, тот же Цфания, который жил в ее время, да, он бы сказал, вот, ты царь такой-сякой, да, теперь будет тебе наказание, у него получилось это гораздо мягче, да, вот. Вот, еще один момент, вы в начале урока нам сказали, что пророк, он не имеет права скрыть пророчество, а ковен, получается, если что, может, ну, по-другому интерпретировать, он имеет... Это не пророчество, непосредственное послание, иди и скажи, как было сказано Ремиялу, это знак, который, понятно, понятно, что он дан зачем, то, что его надо раскрыть царю, но есть большие опасения, и даже если раскрыть царю, туда сделать это как бы, ну, ну, подумаешь, нашли книгу Тора, ну, мало ли что, что бывает, чтобы не заострять его внимание и не привести его в ни в коем случае к отчаянию. Квадорав, еще один вопрос. Получается, что, например, КВНы могли определять вот болезнь Сараты, они могли, в принципе, решать, помещать ли человека на карантин, и от их слов конкретно зависело многое, да, судьба там дома, имущество, собственно, жизни человека, и в какой-то степени получается, вот, это похожие, да, способности в этом случае, то есть они делегированы подобными полномочиями. Я правильно понимаю? Я бы не сказал, что здесь есть прямая инология, просто нужно представить себе КГНов, да, которые поколениями воспитываются в уважении к храму и страхе перед ним, мы фактически не видим КГНов за всю историю, которые бы занимались этого поклонства, кроме единиц, которые это сделали по ошибке, да, вот, это такая, скажем, каста, да, и у них есть и определенные права в храме, и тайны храма, и знания всех его внутренних помещений, да, и у них есть определенное противостояние с царем, да, и если царь злодея что-то им прикажет, они не сделают, пожертвуют своей жизнью, и не сделают, то есть храм находится, так сказать, в попечении первосвященника, иногда не первосвященника, какого-то ответственного лица, который знает все, что там происходит, да, и вот это такая каста, которая со своими, со своими правилами, со своими соображениями, со своими понятиями, да, и вот и первосвященник не идет сам, он посылает кого-то, то есть он думает, как это сделать, да, наверное, думает о том, делать или не делать, да, вот, его задача, его задача вынести ковчег союза, надо проверить, как царь отнесется к этому, надо посмотреть, как, как он отреагирует на то, что вот Тора не просто лежит, а то, что она дает определенный знак, вот, как бы ситуация. – Большое спасибо вам за разъяснение Ромзов. – Спасибо вам за интересы, и мне очень хочется, чтобы вы почувствовали, что это, ну, если так условно можно сравнить пророков, это настоящий роман, не более, не менее острый, не менее глубокий, чем, скажем, мастер Маргарита, с не менее сложными переходами, да, вот, и мне бы очень хотелось, чтобы пророки стали вот частью нашей жизни, чтобы мы относились к ним вот с такой же чувствительностью, как бы и умели анализировать их, так же, как и художественные произведения и произведения искусства. Я не случайно привожу картины, произведения художника, да, вот, в этом есть тоже глубокая мысль, это, хорошо, да, вот, если кто-то что-то еще хочет спросить, я готов пытаться ответить, не гарантирую, но могу пытаться ответить, вот, ну, хорошо, ладно, значит, вы, по крайней мере, знаете, на то место, на котором мы остановились, да, и можете посмотреть немного дальше, и можете задать вопросы заранее, пожалуйста, да, вот, и я желаю всем хорошего времени, и следующей недели, и до 120, чтобы было благополучие, и я уже с нетерпением жду встречи, встречи с вами, у нас так получилось, что у нас, как бы, пророк, пророк, он лег, если так можно сказать, очень хорошо лег на эти дни, когда говорят о разрушении храма, всего-всего самого-самого доброго, жду встречи с вами, спасибо большое, спасибо, большое спасибо, всего хорошего, всего доброго, всего доброго, готовьте вопросы, спасибо, всем спасибо за участие, спасибо Равзеев, счастливо, пока будут вопросы, пожалуйста, можете либо напрямую, либо в чате, в телеграме, либо мне отвечу, как вам удобно, всем счастливо, Атан, большое спасибо, всем хорошей, всем доброго, до свидания, было доброе, субтитры, 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 и, субтитры, 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 Продолжение следует...